С коллекцией Костаки, с именем Костаки, мне довелось познакомиться очень давно. Я тогда еще была сотрудником Третьяковской галерии, совсем молодым. И на мою долю выпало несколько лет хранить эту коллекцию, выдавать ее на выставке, обрабатывать. Для меня это было большим счастьем, потому что, конечно, коллекция Костаки в Третьяковской галерии занимает особое совершенно место и до сих пор. Тогда, в 95-м году, еще далеко в 95-м году, мне посчастливилось участвовать в выставке коллекции Костаки, которая была проведена в афирах. И тогда впервые, пожалуй, была соединена часть русская, московская и часть греческая, потому что к тому времени коллекция была уже введена в Грецию, но еще не была частью музея Салоника. Это было грандиозное совершенно предприятие, потому что мы работали огромной международной командой, и выставка получилась исключительно интересная. И вот, получается, больше 20 лет прошло, и мы снова возвращаемся к этой теме, и снова удача попадает на мою долю и на долю моей коллеги Натальи Автономовой, работать вместе уже над этим проектом, показывать коллекцию Костаки, которая стала частью Музея современного искусства в Салониках. Вообще, то, что эта часть обрела свое постоянное место жительства в музее, это великое счастье, потому что ее показывают, ее могут видеть очень большое количество людей, молодежи, которые, естественно, интересуются этим великим искусством под названием «Русский авангард». Нам кажется, что это очень важно, то, что нас пригласили принять участие, не от того, что мы привнесли, может, какой-то исключительный вклад, хотя, должно вам сказать, что нам было очень комфортно и очень интересно работать. Мы занимались тем искусством, которое любим, которое знаем, и над которым долгое время работали по ходу своей профессиональной деятельности. Но, конечно, когда открываются такие возможности, когда перед тобой открывается вся коллекция, и ты имеешь право буквально взять то, что ты хочешь, выбрать то, что ты хочешь, это очень важно. Это чисто личное впечатление, чисто профессиональное. Мы работали действительно с упоением над каталогом и над экспозицией, что, пожалуй, наверное, самое интересное, когда ты берешь в руки живую вещь, и ты делаешь экспозицию так, и делаешь ее такой, как тебе кажется, что это будет интересно зрителю, но самое главное, чтобы это было хорошо для художника и для произведения.